Всем привет! Сегодня я вам покажу уход, который я выбрала себе на июнь месяц. Решила сегодня отстреляться. Пока время есть, что-то проснулось, ни свет, ни заря. Думаю, надо, наверное, всё отснять. И баночки пустые, и уход, и остатки запасов. У нас тут дни рождения сейчас начинаются через день, так что не до съёмок будет. Ну и давайте покажу. Набрала я опять целую корзину огроменную. Так, самую большую бутылку вытащу. Это жидкое мыло. Я прям уже жду, не дождусь, когда его поставлю. Мне так хочется такого розового мыльца с таким прекрасным ароматом, баблгам. Это Милана. Фирма ГРАС. Ну, конечно, жидкое. Не знаю. Наверное, месяца на два-то, наверное, не хватит. Ну, посмотрим, в общем. Насколько хватит, настолько и хватит. Так, дальше из больших бутыльков покажу шампунь. Хочу взять вот такой вот с манго смузи-шампунь. Классный аромат такой. И цвет яркий, жизнерадостный. И к нему вот такую вот бальзам-маску. Я буду как бальзам использовать. Защита от секущихся кончиков. Здесь большой объем. 380 миллилитров. Впрочем, наверное, в шампуне 400. Думала, одинаково. Ну, хорошо, зато хватит. А то вечно шампуни почему-то большие у них, а бальзамчики только маленькие. По 200 миллилитров мне это вообще на неделю. Поэтому рада, что они выпустили такие баночки. Очень интересно будет попробовать. Так, гели для душа. Яркие, красивые, сочные. Новинка от Арифлейм. Ананас и маракуйя. Вроде как должен быть с охлаждающим эффектом. Дальше очень хочу вот этот вот гель наконец попробовать. Фруктовый микс. Тут тоже грейпфрут. Яблочко, киви. Аромат вообще бомбезный. Ой, вкуснятина. Как этим можно мыться? Мне кажется, это нужно есть. Так. Дальше возьму вот эту вот новиночку для меня. Иришка мне недавно прислала. Ну, хоть здесь и повторяются ароматы ананаса, но я его просто не хочу держать в запасах. Мне кажется, что он трансформируется потом. И я не смогу в полной мере оценить этот гель. Так что пусть будет. Всё жёлтенькое, яркое, солнечное. И вот этот вот гель взяла. Я им уже начала пользоваться. Эти чуть позже поставлю, когда закончатся предыдущие. От кафе Мими. Экстракт мангостина и жажобая. Просто мы ездили в поездку. Я брала его с собой, что удобно было в косметичку поставить. Не протёк, кстати, ничего. Я думала, что крышка такая. Думаю, она откроется, там пойдёт. Всё выльется. Но нет. Интересный такой аромат. Я его оставила на лето тоже этот гель. Но когда начала я мыться, поняла, что он, мне кажется, наоборот какой-то такой зимний, какой-то сладковатый, такой обволакивающий. Он сам по себе белый, кремовый. Но вообще гель хороший. Мне понравился. Единственное, что упаковка не очень. Дальше поехали. Спрей для тела. У меня вот такой сейчас в использовании уже заканчивается. Маракуйя и пион. Что-то не очень мне нравится этот аромат. Просто я его как-то подзабыла и решила повторить. И вот этот вот новогодний повторила. Сейчас ещё один заказала, второй вот со сливой. Но они, конечно, на лето тяжеловаты. Но вот этот вот ещё более-менее. Потому что цитрус здесь... Ну, мне, в принципе, разницы большой нет. У меня какой есть гель, тем я и пользуюсь. Так. Дальше ещё для тела. Вот такой вот лосьон. Надо уже начинать их использовать. Потому что уже их там скопилось штук пять, наверное. От вот этих вот наборов. Уже новинки-то когда год назад были. А я только добралась до них. Вот хочется мне сейчас такого вот яблочного. Вот, кстати, с вот этим вот гелем классно будет. Отвлеклась я тут. Кот меня отвлёк. В общем, хороший лосьон. И мне нравится. Вот эта вот живость, конечно, она... Такой специфический привкус, как бы, придаёт этому аромату. Но мне вроде как нравится. Буду пользоваться. От любви до ненависти. Я им спреем, по-моему, пользовалась. Мне иногда прям очень он сильно нравился. Иногда чуть ли не тошнило от этого аромата. Так, дальше скрабы. Возьму вот такой вот скраб с клубничкой. Очень уже тоже хочу его поставить скорее в использование. Обалденный аромат клубничного йогурта. Ну, такой меленький такой скраб. Типа пилинга. Ну, пойдёт. У меня самое главное, чтобы был скраб. На какой он там... Не важно. Так, вот этот ещё повторно показываю. Потому что так ещё и до сих пор не поставила его в использование. У меня антицеллюлитный скраб заканчивается. И точно уже поставлю, я так думаю. Это у нас Линда Кэт Косметикс. Не знаю. Эфирное масло апельсина и грецкий орех. Вкусно пахнет. Такого оранжевого цвета. И там вроде как такие жёсткие скрабинки. Так, что ещё для тела? Поставили уже в использование вот такой вот спрей для тела с охлаждающим эффектом с витамином С. Я ещё не пользовалась, потому что не успела ещё нигде загореть. Хотя у нас были уже такие жаркие солнечные дни. Но это мало. Нахожусь на улице. В общем, достала мужа. Он попросил что-то после загара успокаивающее. Я ещё не пробовала этот спрей. Но ему понравилось. Сказал, он не липкий и хорошо успокаивает кожу. Регулярно им пользуется. Ну, он у меня просто велосипедист. Поэтому руки у него каждый день почти обгорают, пока он катается. И ещё ему тоже такой вот крем недавно покупала. Пантенол. Ну и сама тоже буду пользоваться летом. Положила, в общем, на видное место. Тоже против ожогов. Там всякого такого. Успокаивающий. Так скажем. Так, что тут ещё у нас осталось? Сейчас посмотрим. Мыло. Взяла два кусочка. Один уже положила в использование. Арифлейм. Вид такие. Сейчас я вот этот распакую. Тоже покажу. Маленькие кусочки. По 65 грамм. Вот это, кстати, ярко-оранжевого цвета. Это, я думала, будет прям тоже такого ядовито-зелёного. Ну, тут, кстати, больше пахнет мылом, чем лаймом. Ну, у меня не так уж долго-то и лежали. Может, около года всего лишь. Вот это, ну, тоже такой, если совсем к носу поднести, можно ещё там апельсин почувствовать. А так, в принципе, нет. Ну, мне нравится, что оно твёрдое, что оно не размокает, не расквашивается в мыльнице и не трескается. Люблю мыло от Арифлейм. Уже 150 раз говорила тоже, поэтому буду пользоваться. Ну, конечно, дороговато. Наверное, 49 рублей, по-моему, в каталоге этот кусочек. За 65 грамм, но я всё равно покупаю, потому что мне нравится. Так. Ой. Грохнула тут. Что-то всё из рук валится. Скрабики. Ну, это оба скраба для ног. Буду пользоваться вот этим вот. Сейчас у меня есть там другой в использовании. Но он уже заканчивается. От Эйванс минеральной морской солью. Ну, хороший такой скраб рабочий. А вот этот вот на ноги я, честно говоря, не пробовала. Где-то у кого-то услышала. Что-то у меня фокус переместился. У кого-то услышала, что девчонки берут такие скрабы, вот эти вот лимитированные, для рук. Взяла тоже, потому что я люблю скрабы для рук. Он мне так понравился по аромату. Я не брала его, когда он был новинкой. Потому что мне не нравятся летние лимитки у них. Всё это жидкое такое. Но ароматы, конечно, вообще бомбезные. Вот этот вот прям на руках потом держится. Ну, он меленький такой. Для ног, скорее всего, ни о чём будет. Ну, для рук вообще, вот даже просто, знаете, не столько там уход, сколько аромонаслаждение. Руки так потом вкусно пахнут этим грейпфрутом. Вообще классно. Классный аромат. И ещё с прошлого года достала тальк для ног. Ну, такой неоднозначный продукт, конечно. Я им пользуюсь прям вот над ванной ногу держу. Как бы посыпаю, растираю по ногам. Потом обуваюсь. Потому что если где-то сыпать в коридоре, ну, ясно, понятно, что это всё на пол полетит. Плюс мне одна девочка написала тоже, что пользовалась вот этим вот тальком. И потом пришла в гости, пошла там где-то по полу или по ковру. И, в общем, белые следы остались. Вот, поэтому я тоже как бы... Ну, по квартире не хожу, не пользуюсь. Только перед выходом, в общем, в обувь. Ну, когда обувь обуваю уже уличную. Так, ну и всё. Тут остался уход за лицом. Кремы для рук, для ног у меня тоже ещё допользую с прошлых месяцев. Поэтому думала новенькие взять, но нет. Ну, ещё, наверное, на месяц мне хватит. Так, покажу опять зубные пасты. Ой. Что там у меня сегодня? Всё летит. В прошлом месяце показывала, так и не воспользовалась. Ну, в этом-то уже точно воспользуюсь. И ещё вот такой вот порошок у меня есть. Зубной. От народных рецептов. Ну, тоже используем. Чё он будет лежать. Конечно, фигня полная. Ни о чём. Ну, всё равно. Не выбрасывать же, раскупили. Так, для лица. Умывалка. Буду открывать вот это вот. От народных рецептов. Тоже от фитокосметик. С антибактериальным эффектом. Кристально очищающий. Покупала в одно время в экспрессе. Они продавались. Девчонки все хвалят. Тоже с удовольствием попробую. Мне кажется, на лето вообще классно будет. Так. Дальше. Термальная вода. Ирочка мне тоже недавно присылала. Классная вещь. Ну, у нас же раз я закончилась. Поэтому, я думаю, она чуть-чуть постоит. А вообще, понравилось. Приятно пользоваться. Хотя, я не любитель брызгать себе в лицо чем-то. Водой там или еще чем-то. Но, у меня такое мелкодисперсное распыление. Очень приятно вообще освежиться. И поверх макияжа можно спокойно брызгать. Никуда ничего не утечет. Так, дальше. Пилинг. Открыла вот такой. Пилинг-гамаж для лица. От Комплимент. Обожаю эту фирму. Классный у них уход. Довольно-таки бюджетный. Это мне Инна тоже присылала. Инна, спасибо тебе огромное. С аха-кислотами и фитоэнзимами. Посмотрела, что-то у меня все. Скрабы и пилинги все с кислотами. Ну, как бы летом, конечно, не очень хорошо такими пользоваться. Но я подумала, что я все равно на ночь ими пользуюсь. Поэтому, ну, на солнце после этого я не выхожу. Поэтому, думаю, что мне ничего не будет. Я надеюсь. Так. А, забыла еще одну мывалку показать. Тоже из Иришкиной посылки. От Фани Органикс. Ну, это Этюд Органикс, наверное. Я так думаю, что это одно и то же. Корейская, наверное, она. Да, произведена в Корее. 20 миллилитров. Это, знаете, такая очень похожая на... Кто вот пробовал в тубах таких Невея очищающий мусс или как он называется. В общем, у меня тоже такой был. Он, консистенция такая у него, как у крема для бритья. Он даже такого цвета тоже перламутрового. Что-то у меня тут фокус сам настроился. Его теперь постоянно надо нажимать. Довольно-таки экономичное средство. Аромат, конечно, ну, мне кажется, как-то не в тему. Хотелось бы чего-то повкуснее. Таких каких-то луговых трав, чуть ли не полыни. Что-то вот такое вот. Ну, так очищают до скрипа. Вот так же, как Невея. Вот это вот черное, по-моему, на то ли пенка как-то для умывания называется. Я вот забыла. И прям руки прилипают потом к лицу. Ну, неплохая такая. Так, дальше. Вокруг глаз тоже Инна мне как-то присылала. Ну, у меня просто уже больше ничего не осталось вокруг глаз. Поэтому я думаю, что на лето самое то будет. На зиму, конечно, что-нибудь там попитательнее себе приобрету. А вот это вот от кругов под глазами. Я думаю, такой легенький крем. 20 мл, тем более. А, ну, вообще-то 20 мл это много. Обычно 15 мл. Ну, как раз мне, наверное, на все лето и хватит его. С удовольствием попользуюсь. Не хочется кожу перегружать летом какими-то жирными кремами. Так, маски. Маску возьму вот такую вот. Тоже Ирочка мне недавно присылала. Такая она густенькая тут. Ну, у меня там есть некоторые маски в использовании. Поэтому я думала, думала, что мне добавить там. Что в запасах особо ничего нет. Сейчас буду показывать запасики вам свои. И решила взять вот такую вот маску. Думаю, на лето тоже самое то будет. С маслом авокадо. Она, по-моему, такая гелевая. Большой, конечно, объем. Ну, Изяк, прекрати тут закапывать. Тут заколебал. Хулиган какой-то. Это кот пришел тарелки закапывать, чтобы, не дай бог, не доели за ним. Так. Ну, это увлажняющее масло. Маска с маслом авокадо. 90 миллилитров. Как раз на все лето хватит. Ну, и все, в принципе. Вот все, что я насобирала. Что целая корзинка была. Думала, буду 40 минут рассказывать. Ну, уложилась в 16. Всем большое спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok